Медиагруппа Авангард представляет Что бы, может быть, хотелось увидеть бизнесу, когда он начинает задавать вопросы о информационной безопасности? Понятно, что есть набор неких классических метрик, которые можно подчеркнуть во многих каталогах, которые сегодня можно найти в интернете, о том, что можно измерять с точки зрения классической информационной безопасности. Time to detect, time to contain и тому подобные вещи, которые и в соках хорошо ложатся, и примитивно к отдельным процессам достаточно неплохо ложатся. Коль скоро мы боремся с чем-то плохим, то чем быстрее мы это плохое обнаружим, чем быстрее мы на него среагируем, тем, соответственно, мы работаем эффективнее. То есть уменьшение вот этого времени, time to detect, это хорошая метрика, но, к сожалению, для многих бизнесменов она не говорит ни о чем. Поэтому гораздо, может быть, более интересные метрики, связанные, например, со стоимостью защитной меры. Понятно, что мы эту метрику можем считать легко, но, к сожалению, мы бы хотели ее, наверное, улучшать. Ну, не саму метрику, а значение, которое скрывается за этой метрикой. Но бизнес-то как раз заинтересован, чтобы эту метрику уменьшать. То есть как бы он хотел бы видеть динамику в сторону снижения, что мы на безопасность тратим меньше, но при этом получаем как минимум тот же, а может быть и лучший даже результат. Понятно, что безопасность в этом, может быть, не очень заинтересована, и она хотела бы, наоборот, увеличивать свои бюджеты, увеличивать свои ресурсы, в том числе человеческие, на решение множества задач, которые до этого она делать не могла. Очень неплохая тема, связанная с комплаенсом. Она находится на стыке. То есть это, наверное, то, что в чатах во многих, в группах, там, практически безопасники говорят, опять это шняга, связанная с бумажной безопасностью. Но, к сожалению, эта шняга, она иногда помогает, потому что, коль скоро требований много, их надо выполнять, за неуполнение требований идут предписания со стороны ЦБ. Поэтому, если не на реальную, то на бумажную безопасность у нас тратятся ресурсы, и бизнес вот эту часть начинает немного понимать. Тем более, что есть и штрафы за несоблюдение требований, есть даже отзывы лицензий за несоблюдение требований по информационной безопасности, которые повлекли за собой достаточно существенные инциденты. Поэтому вот эти страшилки, они иногда помогают, хотя, наверное, в идеале хотелось бы иметь нечто другое. Поэтому многие идут в сторону рисков. Я до сих пор считаю, что риски в информационной безопасности это некое шаманство, потому что вы невероятность посчитать не можете события, которые не происходили у вас. Ни ущерб посчитать не можем события, которые еще не происходили. Можем опираться на какую-то прошлую статистику, но, к сожалению, она совершенно не говорит нам о том, что будет в будущем. Вот сейчас все переходят на СБП. Вот есть ли статистика по СБП у кого-то? Ну, кроме ЦБ. ЦБ сказал 6 миллионов операций, там 169 транзакций заблокировано, там несколько тысяч номеров заблокировано. Вот вся как бы статистика. Можно ли на ее основе строить некие риски или там модели рисков, связанных с инцидентами в СБП? Нельзя. Тем более там и с ущербом-то не так легко обходиться. В итоге у нас появляются вот эти качественные оценки. А у нас риск сегодня высокий, а завтра низкий, а послезавтра средний. Давайте, исходя из этого, потратим среднее количество денег на борьбу со средними рисками. Вот эти красивые матрицы, которые любят особенно компании Большой Четверки, они абсолютно абстрактные, например, как Кандинский. Абсолютно абстрактная картинка, которая ни о чем. Но если на одной стороне человек ее понимает и на другой стороне понимают, хотя у них понимания могут быть совершенно разные, то да, они находят друг друга и даже готовы выделять деньги на вот эти мифические риски, которые скрываются за вот этими значениями средний, высокий, низкий и так далее. Если же мы все-таки попробуем поговорить о чем-то более конкретном, то посмотрим на что такое информационная безопасность. То есть если уйти от классики, которую продвигают регуляторы, что безопасность это обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности, и поговорить о том, что безопасность это на самом деле некое состояние, ну или процесс, это уже такая терминологическая спор. Главное, что мы защищаем интересы тех людей, тех стейкхолдеров, которые у нас есть. А это не только регуляторы, это еще и бизнес, это, возможно, партнеры, это клиенты, те же самые аудиторы и сотрудники. То есть у нас стейкхолдеров в области ИБ достаточно много. И, соответственно, если мы говорим о бизнесе, то что интересует бизнес? Это ключевой вопрос. Его не интересует ни комплайенс как таковой, его не интересуют инциденты, его интересует всего несколько вещей. Поскольку мы говорим о коммерческой организации, то его интересует рост прибыли или выручки, или маржинальность, или доля рынка. Это немного разные цели, которые может ставить перед собой компания. В зависимости от ее текущих приоритетов или вообще общей модели, у нее может не стоять цель на наращивание прибыли, а наоборот, она хочет увеличить долю рынка, чтобы потом кому-то продаться. Ну, там яркий пример, это Uber или Twitter, которые до сих пор убыточные. Но при этом капитализация огромная, клиентская база огромная, и они все надеются кому-то продаться. Вот, соответственно, когда мы начинаем задумываться о том, что интересно бизнесу в контексте информационной безопасности, мы должны задать вопросы, поставив себя на место председателя правления, или главного финансиста, или оперейшнс-директора. Что остановит или замедлит операции в моей организации? То есть вот именно в моей организации, не вообще, а в моей. То есть у меня будет неработоспособен АБС, неработоспособна. Или у меня упало ДБО, соответственно, клиенты не могут проводить транзакции, у них снижается лояльность ко мне, соответственно, я не получаю проценты за те же самые транзакции, я начинаю терять деньги. Ну, вопрос в том, сколько я теряю, это уже отдельная тема. Вот начать надо с вопроса, что будет плохого в моей организации, что может быть интересно для бизнеса. Другой вопрос, что приводит к снижению прибыли, или выручки, или маржинальности, или доли рынка. Там, например, кража денег скоросчета. Понятно, что это влияет на прибыль, уменьшается прибыль. Или там рост резервируемого на покрытие рисков капитала. Сейчас Центральный банк как бы немного сдвинул свои планы по внедрению положения по операционным рискам, по управлению операционными рисками, где будет требоваться резервировать капитал на покрытие рисков ИБ. Но в этом году, во второй квартале, этот документ должны принять. Соответственно, с 2021 года он начнет работать, и уже можно будет там с правлением говорить на более предметном языке. То есть, если мы плохо занимаемся безопасностью, мы изымаем больше денег и резервируем их на покрытие рисков. Хорошо занимаемся, размер резервного капитала будет гораздо меньше, соответственно, больше денег остается, чтобы их вкладывать в бизнес. То есть, здесь уже появляется такая прямая мотивация обсуждать безопасность в контексте денег. Там, третий вопрос, что приводит к снижению качества предоставляемого банковского продукта, либо услуги. Может ли повлиять наличие уязвимости в АБС, либо в ДБО, либо в софте для банкоматов, либо в мобильном банкинге на качество услуги? Скорее всего, может. Дальше вопрос в том, как мы это измерим. То есть, это тоже можно измерять, но мы должны для себя понять, что снижает качество услуги, что повлечет за собой уход клиентов, например, конкурентам. То есть, сегодня банки очень многие равны между собой по предоставляемым услугам, и начинается борьба за именно фишечки, которые появляются. Плохая фишечка – человек ушел, потому что проценты плюс-минус у всех одинаковые, за редким исключением. Поэтому на этих фишечках, на этом качестве многие начинают выезжать вперед. А качество – это, соответственно, появление новых денег. А безопасность влияет на качество, и мы можем это считать. Это будет немного другой подсчет, это не инциденты как таковые, там не шифровальщики, хотя они тоже могут быть завязаны. Немного другой взгляд, но он достаточно важный. Ну и, наконец, что может повлиять или приведет к негативному влиянию на цель. Здесь важно не только самой финансовой организации, но и, например, экзекутив-спонсора. То есть, есть люди, которые готовы продвигать внутри организации безопасность. Это не обязательно главный безопасник, не обязательно СИС, это может быть там СИО, это может быть оперейшнс-директор и так далее. У него могут быть свои взгляды на для чего ему нужна безопасность. Например, он готов потратить много денег на ДЛП, чтобы мониторить кого-то из правления. Бывают такие прецеденты. Или готовы закупить сканеры безопасности для того, чтобы айтишникам пистон вставить за то, что они не устраняют уязвимости. И, соответственно, человек готов потратить денег на эту задачу. То есть, вот он экзекутив-спонсор конкретной задачи. Соответственно, можно к нему привязаться для того, чтобы доказать необходимость и затем и эффективность сделанных инвестиций в информационную безопасность. Если посмотреть применительно на конкретную кредитную организацию, какова ее основная цель? Понятно, что поддержание ликвидности. Ну, опять же, не берем какие-то исключительные ситуации, отмывочные банки и так далее. Большинство кредитных организаций поддержание ликвидности уж точно не в выполнении требований регулятора. Что может повлиять на ликвидность с точки зрения именно информационной безопасности? Ну, во-первых, там повлиять можно на активы банка, то есть кражи денег, или можно повлиять на качество активов. То есть, если мы, например, в рамках проверок заемщиков не проверяем их, то у меня там возрастает число невозвратных кредитов. Это влияет, снижает качество моих активов, ну и, как следствие, снижает ликвидность, что негативно сказывается на финансовых показателях, на бонусах для отдельных представителей правления банка. Но это уже некие бизнес-цели, которые интересны либо всему банку, там, кредитной организации, либо конкретным ее представителям. Как бизнесмены смотрят на инциденты, которыми мы все ежедневно занимаемся? У них картинка вот примерно такая. Есть точка, с которой начинается отсчет инцидента, есть там деградация сервиса или там некой услуги, которая оказывается с точки зрения кредитной организации или финансовой организации, не так важно. Потом, собственно, инцидент купируется, и мы дальше восстанавливаем систему в предатакованное состояние. Причем как с точки зрения айтишной составляющей, так и с точки зрения возврата клиентов к первоначальному своему поведению. Потому что одно дело, я систему там ДБО восстановил, и другое дело, клиенты вернулись к количеству операций, транзакций, которые они делали до атаки. Это немного разные показатели, там время может сильно меняться. Вот, соответственно, задача с точки зрения безопасности, вот эту красную зону, уменьшать. И, по идее, мы занимаемся ровно тем же самым, мы боремся с инцидентами, но только смотрим на них именно с точки зрения бизнеса, который оценивает вот эти инциденты с точки зрения затрат и потерь. Затраты на восстановление и потери от инцидента. Соответственно, те же самые классические задачи, шифровальщик, дидос, спам и так далее, мы делаем полшага вперед по сравнению с тем, что мы делали обычно. И говорим, что шифровальщик это не просто хрень, которую у меня зашифровала жесткий диск. Это как бы угроза, которая делает недоступным оказание некого сервиса. Или, например, если шифровальщик попал на компьютеры бухгалтера в момент подготовки годового отчета, то это привлечение внимания налоговой, финансовой организации. Это, во-первых, пенни за не вовремя сданную отчетность, и это приход фискалов в рамках надзорной деятельности в случае просроченной сдачи годового отчета. Вот уже мы обычного шифровальщика превратили в проблему, которая понятна главному бухгалтеру. Он начинает задумываться, а ведь точно, меня же нагнут тогда, если будет плохо. И он начинает думать, а как мне это предотвратить. И мы начинаем уже с ним говорить более-менее на одном языке. То же самое там касается спама. Спам, казалось бы, ну проблема, не проблема, ну приходит ко мне какая-то почта незапрошенная, я ее удаляю. В небольшом банке это не проблема, действительно, где несколько там десятков, может быть, две-три сотни сотрудников, это можно делать вручную. Не так сложно. Как только у меня сотрудников становится больше тысячи, а иногда там и 5, и 7, и 10 тысяч сотрудников, это сразу становится проблемой. Среднее время, которое затрачивает сотрудник банка и вообще организация на чтение одного сообщения, 10 секунд. Для того, чтобы охватить заголовок и понять, запрошена эта корреспонденция, либо нет. Дальше мы 10 секунд умножаем на зарплату человека, умножаем на количество сотрудников, получаем достаточно немаленькие потери. То есть компания платит деньги за то, что человек считает спам. Понятно, что если мы внедряем средства борьбы со спамом, мы боремся не со спамом как таковым, мы переходим в плоскость, которой занимается operations director. То есть повышение продуктивности работников. Потому что это потери времени и потери еще и денег. Ну и конечно, помимо чисто финансовых потерь, у нас могут быть и различные другие формы потерь, которые уже интересны непосредственно правлению, представителям бизнеса. То есть это лояльность, это репутационные потери, это расследование инцидентов, затраты на расследование инцидентов, ну и тому подобные вещи, которые более понятны. То есть да, инцидент у нас при этом не поменялся, но если я хочу купировать проблему, чтобы коммерсант не написал об этом на первой странице, мне надо выстраивать процессы взаимодействия с СМИ, с журналистами, собственно, мониторинг те же самого дарквеба или каких-нибудь каналов типа утечки информации для того, чтобы вовремя отслеживать факт появления утечки моих клиентских данных на каких-то форумах, ну и тому подобные вещи. То есть я сразу это выношу на уровень бизнеса, и он понимает, что если там в коммерсанте вдруг опубликуют факт об утечке, это может сказаться и на репутации, и на курсе акций, ну и на каких-то иных показателях. Поскольку у меня инциденты имеют разную стоимость, то есть как бы ущерб от реализации инцидента разную стоимость, мы, соответственно, начинаем их проводить градацию. Понятно, что там инцидент при обороте банка в 100 миллиардов, а стоимость инцидента 1 миллион, но она может быть не так интересна. А инцидент, который обходится там в 100 миллионов, он уже попадает в некую зону контроля топ-менеджмента. То есть в зависимости от того, о какой сумме идет речь, мы начинаем сразу как бы поднимать эту тему выше. Поэтому эта градация нужна. Не все инциденты одинаково важны для компании. Вот классический кейс, связанный с дидосом на сайт банка, на ДБО, он действительно сам по себе очень интересен, потому что он, с одной стороны, показывает непосредственно влияние инцидента безопасности на бизнес-показатели. С другой стороны, мы должны понимать, что просто дидос на ДБО, это еще не значит, что банк теряет деньги. Мы должны иметь информацию о том, сколько клиентов в типичное время находилось или находятся в ДБО, сколько денег они переводили, какое количество транзакций, на какую сумму среднюю и так далее. И только имея эту информацию, мы можем говорить уже о реальных потерях. Потому что может оказаться так, что у меня там дидос на сайт банка происходил в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь люди не сидят в ДБО. Поэтому то, что банк упал, а потом через несколько часов, а может быть через 2-3 дня поднялся, это не проблема. То есть про это даже СМИ не успеют написать, потому что они тоже отдыхают, как все. Поэтому надо понимать, собственно, сам профиль работы того или иного приложения, которое попадает под инцидент. Это бизнес-показатели, то есть не просто время простое, мы умножаем на сумму, которую зарабатывает банк и говорим, вот мы потеряли от дидоса столько-то или могли потерять. А потом приходит айтишник, либо представитель бизнеса и говорит, в это время у меня клиентов вообще нет, поэтому я даже не буду закладываться на этот риск как таковой. Мне не надо тратить деньги на предотвращение дидоса, потому что клиентов в это время нет и мы ничего не теряем. Поэтому здесь важно понимать, насколько инцидент значим именно с точки зрения бизнеса. Понятно, что там в финцерт мы должны отправлять плюс-минус все, в госсопку через финцерт мы отправляем плюс-минус все, а бизнесу рапортовать надо только о том, что попадает в некий светофор того же самого бизнеса. Ну и также надо понимать, что да, это красивая фраза, что инциденты надо считать и безопасность рублем, но далеко не все можно монетизировать. На самом деле все, но бывает гораздо проще завязаться на какие-то иные показатели, понятные той или иной целевой аудитории. Там с оперейшн с директором проще говорить даже не в деньгах, а, например, во времени, в каких-то временных показателях. В результате инцидента система встала на столько-то часов. Ну и, соответственно, мы снизили продуктивность, мы снизили производительность, мы снизили какие-то иные показатели. Может быть, у нас SLA был, как говорил Алексей и так далее. Поэтому вот есть разные варианты, как можно привязывать инциденты к тем или иным понятным для бизнеса показателям. Вот пример со спамом, который я уже упомянул, он очень такой показательный, действительно. Спам – это не просто угроза информационной безопасности, потому что со спамом может прийти, там какая-то фишинговая ссылка или вредоносный, а тач и так далее. Спам сам по себе ухудшает психологический климат внутри коллектива и снижает продуктивность работы сотрудников. Чем больше внутри финансовой организации публичных людей, тем больше спама будет приходить. Ну и еще такой хинт есть – антиспам можно хорошо продавать, например, айтишникам. Не безопасникам, а именно айтишникам, потому что у айтишников одна из проблем – это вычислительные мощности для хранения той же самой почты, которая приходит в банк. Если средний объем спама в организации 80% от общего количества почты, то из 10 серверов, которые выделяются под хранилище почты, 8 хранит спам. А сервера сегодня не дешевые, особенно если они российского производства. Соответственно, возникает задача, что дешевле – купить антиспам, который будет рубить сразу на входе в банк этот самый спам, или закупить дополнительные сервера. Может оказаться так, что антиспам окажется существенно дешевле. И вот уже пошла чистая экономика, которую можно продать айтишникам. Даже как бы это не задача будет безопасника, а именно задача айтишника. Ну и не забываем, что с точки зрения бизнеса, как я уже сказал, инциденты выглядят с точки зрения временных показателей немного по-другому. Не так, как видим мы. У меня произошел инцидент, например, шифровальщик зашифровал жесткий диск, и я, собственно, вылечился от этого шифровальщика или заплатил выкуп и получил ключи для расшифрования. Ни в коем случае. У меня инцидент начинается с момента последнего бэкапа, а он, может быть, месяц назад, а может быть, его вообще никогда не было. Это значит, что данные у меня фактически потеряны, или мне их надо заново вводить, либо платить выкуп. И заканчивается инцидент уже в контексте бизнеса не в момент, когда система восстановлена, а в момент, когда восстановилось поведение бизнес-пользователей. То есть либо клиентов банка, если это внутренняя система, то внутренних пользователей, то есть тех же самых сотрудников, операционистов и так далее. То есть временной интервал будет гораздо шире. Ну и, соответственно, ущерб будет больше на самом деле. То есть здесь надо учитывать, что с точки зрения бизнеса инцидент обычно обходится гораздо дороже, чем можно считать от точки второй до третьей, как показано на слайде. Вот, бывают достаточно специфические метрики. Вот в одном из банков мы столкнулись с метрикой, когда предправление оценивал свою службу информационной безопасности по упоминаниям в СМИ, негативным упоминаниям в СМИ за определенный интервал времени. То есть если как бы какие-нибудь бизнес-пресса, либо национальная, либо локальная, регионального масштаба, не опубликовала за квартал ни одной негативной вещи про банк, что там произошла утечка какая-то и так далее, или система встала, или там не выдавались деньги через банкоматы, или ДБО не работало и так далее, то значит безопасность работает неплохо. И, соответственно, да, значит те инвестиции, которые делались, они сделаны были не зря. Как только появляется какая-то статья негативного, с негативным таким коннотацией, то, соответственно, все, безопасность работает плохо, значит можно лишать там ежемесячной премии, ну и в зависимости от того, где написано, может быть даже и годовой премии. Ну и когда написано, там, если статья вышла где-нибудь в конце декабря, когда, собственно, и выдаются эти 13-е зарплаты во многих банках, то это может быть там достаточно большой проблемой. Поэтому работа со СМИ в случае инцидента – вещь достаточно важная, хотя далеко не всегда ей уделяют внимание. Еще один, как бы, пример, он достаточно специфический, хотя в некоторых организациях он достаточно неплохо работает. Это возможность использования DLP-решений, а также прокси-решений по контролю выхода в интернет, то есть в том числе и Next Generation Firewall, можно под эту задачу задействовать в целях ИЧАРа. То есть задача ИЧАРа, если мы говорим про нормальный ИЧАР, не нанимать и увольнять сотрудников, а удерживать сотрудников. Поэтому если действительно ИЧАР этим заинтересован, то его задача – оперативно узнавать о том, что сотрудник смотрит на сторону, что он готовится к увольнению, и, соответственно, как это можно сделать. Но случай, когда сотрудник делает это из дома, понятно, что нам не подконтролен, за исключением ситуации, когда сотрудник это делает с выданного, например, компьютера, либо смартфона в организации. Но если многие сотрудники это делают, как они привыкли на работе, пришли на работу, решили зайти на HitHunter, либо на SuperJobs, у меня уже появляется некий триггер. Если у меня одна сработка DLP, либо какого-нибудь решения E-mail security, либо веб security, прокси, НГФВ и так далее, это случайность. Если человек в течение недели-двух каждый день утром при приходе на работу заходит на HitHunter, и это не сотрудник отдела кадров, значит человек готовится к увольнению, то есть он ищет новые вакансии. Если человек для меня ценный, я с ним начну работу. Если человек не ценный, ну и фиг с ним, но моя задача заместить его в вакантное место. Средняя продолжительность простаивания вакансии в России примерно для среднестатистического работника 2,5-3 месяца. То есть за это время сотрудник не работает, и компания денег не приносит финансовой. Соответственно, если HR будет вовремя знать, что человек готовится к увольнению, HR может начать искать замену. И в идеале человек пишет заявление об увольнении, за две недели до увольнения в это время находит замену, и идет двухнедельный переход, передача дел. То есть идеальная ситуация для HR. А иногда, если сотрудник ценный, с ним можно провести некую беседу, дать ему дополнительный какой-то бонус или еще что-то, и он останется. И вот здесь работает именно безопасность как таковая, а не какие-то иные подразделения. Потому что инструменты именно у безопасников. ДЛП, НГФВ, которые отслеживают доступ к Суперджобсу или Хитхантеру и так далее. То есть безопасник показывает важность конкретному представителю бизнес-подразделения. Да, это нетипичная задача для безопасника, но инструментарий есть. Если у HR такая задача стоит, почему бы им не помочь? Иногда с помощью того же самого инструментария безопасники помогают выявлять сговоры в тендерных комитетах. То есть люди общаются между собой по почте, мессенджеры, иные способы коммуникации. Все это проходит через корпоративную сетку, через банковскую сетку. Соответственно, средства коммуникации у меня есть, известные. Если у меня стоят средства мониторинга внутри, то, соответственно, я могу хотя бы на уровне объема коммуникации, активности этих коммуникаций понять, кто с кем чаще всего взаимодействует, кто центр влияния. А если я еще и доступ к контенту имею, если я там DLP внедрил, то я могу еще и содержание видеть. И вот уже я могу там в случае каких-то сделок слияния и поглощений, либо в рамках каких-то тендерных процедур принести на стол экзекутив-спонсору информацию о том, что вот этот человек левачит, или сговор есть, ну и так далее. Полезная информация. Компании не потеряют огромные деньги. И инструмент, опять же, у безопасников. Вот мы показываем свой вклад в общее дело именно с точки зрения бизнеса. Вот понятно, что не всегда это можно сделать, поэтому посмотрим еще на то, что интересует топ-менеджмент с точки зрения безопасности. Собственно, поскольку у топ-менеджера задач огромное количество, и безопасность в общем перечне вообще находится где-то на последнем месте, информационная безопасность, потому что она не видна обычно, если хорошо работает, поэтому про нее не вспоминаю. Поэтому вопросов, они очень такие простые, очень высокоуровневые. Защищены ли мы? Как мы узнаем, что нас взломали? Как мы соотносимся с конкурентами? Тратим ли мы достаточно на обеспечение нашей безопасности? И насколько эффективно мы тратим в нашу безопасность? Но вот третий вопрос, он очень популярный. То есть любой начальник хочет знать, насколько он лучше других. Это важно как внутри организации, так и на рынке, когда один банк хочет сравнить себя с другим банком. Соответственно, здесь есть различные варианты бенчмаркинга. Можно использовать тот же самый ГОСТ. Пока он, может быть, не очень хорошо для этого заточен, потому что я не могу себя сравнить с конкретной организацией, потому что такая информация не публикуется. Но ЦБ регулярно раз в год публикует среднюю цифру уровня соответствия, ну там до этого СТОБРУ, потом 382П, сейчас там ГОСТу начнет публиковать. То есть у меня есть некая средняя цифра по рынку, уровня соответствия. Если я выше этой цифры, я могу принести ее в правление и сказать, а мы лучше, чем многие остальные. Они скажут, да, отлично. Ну и дальше можно уже говорить там об инвестициях и так далее. Если мы хуже, ну это тоже возможность повернуть это, а вот мы хуже, давайте сделаем лучше, чем другие. Давайте, вот вам еще там несколько ярдов на безопасность. По-разному может быть. Если ЦБ согласится, например, публиковать не общий уровень соответствия, а по каждому из показателей, ну не по каждой финансовой организации, а именно по каждому показателю, тогда можно строить там лепестковые диаграммы более точные и видеть, в каком направлении нам стоит улучшаться. Не вообще в целом безопасность финансовой организации, а по конкретному направлению, который подлежит мониторингу со стороны организации. Ну и еще пять важных метрик, на которые часто смотрит бизнес, если мы не можем говорить с ним на языке денег. То есть процент активности по безопасности не связанных с бизнес-целями, именно не связанных, это важно. Дальше количество проектов активности, связанных с бизнес-целями. А бизнес-цели мы всегда знаем. Там внедрение PCI DSS, или там внедрение новой АБС, или там импортозамещение, или выход на IPO. Ну разные могут быть варианты. Соответственно, многие проекты можно подвязать к этим бизнес-целям. Ну и дальше бизнес понимает, да, безопасники бизнес-ориентированные, либо нет, они занимаются какой-то своей ерундой, и на бизнес вообще не смотрят. Разумеется, такого рода метрики лучше не показывать. Процент важных для бизнеса проектов активов, услуг, не удовлетворяющих требованиям АБ. Тоже очень хорошая метрика. Вы имеете все инструменты, сканеры, решения по мониторингу NetFlow, DLP, Firewall и так далее. Соответственно, вы знаете, кто отвечает за теле проекта. Вы пришли к ним, вам сказали, денег не дадим. Вы, соответственно, подготовили отчет о том, что вот этот важный проект для бизнеса не удовлетворяет требованиям безопасности. И за это влечет за собой такие-то последствия. И дальше вот с этим отчетом вы можете уже играть. Я не хочу сказать слово манипулировать, играть, достигая своих целей. То есть это уже такая скользкая тема, как манипулировать цифрами, связанными с безопасностью, данными, которые есть у безопасности. Но иногда это тоже работает. Особенно если бизнес действительно хочет знать, кто из подчиненных не выполняет те или иные требования, которые являются важными именно для бизнеса. Ну и, наконец, процент важных для бизнеса проектов, активов и услуг, меры защиты которых неадекватны, либо неэффективны. То есть здесь, конечно, мы сами кладем голову на плаху, говорим, вот здесь мы работали плохо. Но у нас есть возможность улучшения. То есть, с одной стороны, мы признали вину, с другой стороны, мы не сняли ее с себя, не переложили, сказали, мы готовы улучшаться. Любой человек всегда позитивно на это смотрит, в том числе и руководитель. То есть он не будет за это наказывать. Ну и, соответственно, дальше мы понимаем, что важно бизнесу. Мы начинаем задумываться, а как это превратить в некий инструмент. Соответственно, мне надо источники данных, которые мне дадут сырые данные для работы. Мне нужны адаптеры, коннекторы к тем или иным системам. Далеко не всегда они у меня есть. Там, например, если я хочу знать количество транзакций и перекладывать, например, стоимость защиты на количество транзакций финансовой организации, есть такие метрики, то мне надо знать количество транзакций. Для этого я должен либо идти в бизнес и просить эти данные, и потом заносить в Excel-ку к себе. Тоже вариант. Либо написать коннектор, если мне дадут доступ к АБС, и вытягивать эти данные именно в виде сводной статистики. Тоже вариант. Дальше, собственно, я вырабатываю метрики, которые мне нужны для конкретной задачи. Ну и могу их визуализировать с помощью дашборда либо регулярно подготавливаемых отчетов. Где брать данные? Ну, собственно, данные по безопасности мы берем от себя. Данные айтишные по показателям доступности и так далее мы берем у IT. Данные бизнесовые, от ЭБС, ДБО и так далее мы берем у бизнеса. Можем это брать вручную. Можем брать через API. У многих систем сегодня API есть. Ну, по крайней мере, если это не какие-то легоси системы 20-летней давности, там придется вручную эти данные закачивать к себе. Ну и дальше либо сами автоматизируем задачу, либо затачиваем имеющиеся у нас СИЭМ. Зачастую они это делают неплохо. То есть, если они могут визуализировать метрики безопасности, то они могут и подтягивать бизнесовые данные и, соответственно, их тоже визуализировать. Такие примеры там в многих финансовых организациях в России есть. Ну и что надо для того, чтобы это все заработало вместе? Собственно, несколько ключевых факторов успеха. Первое, мы должны понимать, что мы делаем в ВБ. Я думаю, мы все это понимаем. Второе, мы должны понимать бизнес своей организации, именно своей организации. Там не зря вот эта затеяна сейчас тема с профстандартом по специалисту по безопасности, специалист кредитно-финансовой сферы. То есть, он будет заточен именно на знания профессиональной области. Третье, мы должны понимать свою целевую аудиторию. Там финансисту, айтишнику, главному юристу или оперейшнс, нужны разные данные, разные у них цели немного. То есть, мы должны понимать, что их интересует. Ну и, соответственно, мы должны уметь совместить эти три параметра вместе, знать, где лежат данные и автоматизировать это. В идеале автоматизировать. Хотя иногда достаточно и просто в Excel готовить соответствующие графики и расчеты. Ну и в итоге у меня алгоритм показа своей ценности и эффективности как служб безопасности для бизнеса выглядит вот таким вот образом. То есть, восемь шагов для того, чтобы выстроить именно процесс. То есть, если убрать последние, последние, наверное, три этапа, это будет разовая задача, а если все восемь, то это будет именно постоянно выстроенный и работающий процесс. Ну и в качестве резюме бизнес-метрики, они не универсальны. То есть, в отличие от технических метрик, которые действительно более-менее универсальны от организации к организации, там количество инцидентов, время реагирования, время обнаружения, там загрузка аналитиков и так далее, и так далее, или там процент обнаруженного спама, то бизнес-метрики, они действительно уникальны для каждой организации. То есть, в одной организации, в зависимости от ее особенностей, одно сработает, в другой сработает другое. Только вы сами у себя можете это сделать. Даже никакая там большая четверка, которую вы наймете за огромные деньги, вам ничем не поможет. То есть, они вам, конечно, метрик нарисуют огромное количество, дорогие отчеты, большие отчеты, на разных языках мира, но работать это не будет. Только вы сами. То есть, потому что вы знаете свой бизнес, никто со стороны ваш бизнес не знает, вот этих особенностей, подводных камней, внутренних не знает никто. Вот. И если, собственно, вам удастся все это реализовать, то вот эта картинка, она мне очень нравится, я всегда ее использую в презентациях по метрикам, потому что она очень хорошо отражает картину мира. То есть, кто-то, когда смотрит на эту картинку, видит пару, которые смотрят свое будущее. Это такая аллегория на службу информационной безопасности, которая смотрит на правление банка, которое находится на том берегу, у которого есть все, а у безопасности нет ничего. И они только хотят. А кто-то видит здесь силуэт ребенка. Вот. И вот это такой некий новый взгляд на безопасность, которая рождается именно в контексте бизнес-развития, а не комплайнс-развития, которая там до недавнего времени у нас превалировала на рынке. Вот. На этом мне хотелось бы завершить свой рассказ. Если есть вопросы, я готов на них ответить. У нас есть две минуты до конца сессии. Да. Есть ли, встречался ли инструмент удобный для того, чтобы такие метрики вести? Ну, желательно, конечно, автоматизировано. Таких инструментов на самом деле есть. Несколько. Они, правда, все не российские. Они зарубежные. Есть специальные компании, которые этим занимаются. Их, по-моему, всего две на рынке. Но там ценник зашкаливает сразу за сотню тысяч нероссийских рублей. И этот инструментарий все равно требует допиливания с точки зрения коннекторов к системам, откуда он берет данные. Поэтому иногда это проще при наличии знания питона и нормальных рук написать самому, чем разбираться в чужом софте, который не понимает специфики российского софта. Спасибо. Коллеги, большое спасибо вам за участие.